Бедность является богатством, если ее породили причины, вызывающие у людей уважение. Если человек живет возвышенно, то смерть для него становится вечной жизнью. Недавно я могу, когда человек тело оставляет, я могу почувствовать, куда он пошел вверх, вниз. Я могу понять, почувствовать, как бы он тело оставлял, в каком состоянии. Недавно один святой человек оставил тело, мой хороший знакомый. И я начал медитировать, смотреть, как это все произошло. И я увидел, что когда он тело оставлял, его тонкого тела не было, оно растворилось. Это значит, что он отправился в духовный мир. То есть я обычно чувствую тонкое тело, но у него не было тонкого тела, пустота. И я увидел, как энергия радости вышла из сердца, из этого человека и пошла вверх. Энергия счастья. Иногда смерть становится вечной жизнью. Человек обрел вечную жизнь, он не умер, понимаете, святостью своей. Он доказал, что он достоин вечной жизни. Но иногда бывает так, что человек, не имея денег и не имея работы, не является бедным, даже когда у него ничего нет. Бедность, которая не является бедностью. И смерть, которая не смерть, приходит лишь тем, кто постиг высшие ценности. Я недавно прочитал одну статью про девочку, которую причислили к лику святых. Она ходила в каждый дом и лечила людей, предсказывала им. И как бы она заботилась во всех и никогда не просила пищи. Никогда. Иногда ее пытались накормить, она отказывалась, уходила. И один человек усомнился в том, что она святая. И решил за ней последить. Она как бы отказалась покушать и пошла. Прибыла в его доме, и он пошел за ней. И когда она пришла в одно место, он увидел, что она пришла в открытое поле, села. И началась сильная гроза, сильный ливень. И эта девочка всю ночь не спала в этом месте, а с радостью, воздавая руки в небо, молилась. А он мучился всю эту ночь, глядя на то, что будет дальше. Но он дождался. Потом, когда солнце взошло, ночь закончилась, она встала и пошла дальше. Служить людям. Глаза ее горели счастьем. А этот человек заболел после этого. И он понял, что она святая. Почему? Потому что в состоянии глубокого счастья человек может пережить целую ночь грозы. И не кушать перед этим еще. Понимаете? Поэтому люди по-разному живут. Не думайте, что все живут такими же ценностями, как мы. Этой девочке ничего не надо было. Она была нищая. Но с нашей точки зрения, а с ее точки зрения, она находится в глубочайшем состоянии счастья. Живет глубочайшем. Ей не надо то, что нам нужно. Она и так хорошо, ей так хорошо жить. Ей не нужна квартира, машина там и так далее. Понимаете? Иногда смерть становится вечной жизнью. Но бедность, которая не бедность, и смерть, которая не смерть, приходят лишь тем, кто поистине возвысился. Такой человек не боится смерти. Он знает, что ничего там не произойдет плохого. Ему еще лучше будет. Когда такой человек вспоминает, думает о том, что будет с ним после смерти, сердце его наполняется глубокой радостью. Я знаю, с такими людьми знакомы. Я в Индии, во Вриндаване, когда жил, я там работал в госпесе. Госпесе – это такое учреждение, в котором люди приезжают умирать. И туда периодически приезжали люди, духовно продвинутые люди, которые оставляли тело там. И я видел, как возвышенные люди оставляют тело. Когда они оставляют тело, у них лицо улыбается. У них на лице нет, как у нас обычно. У них лицо как бы сияет. Я фотографировал эти лица. Они такие, знаете, как будто живые, на полное счастье. Мы такой улыбка, такой счастье. Потому что человек в момент смерти, что он чувствует? Он видит дух, силу духа, счастье. То есть его озаряет счастье. Недавно ездил в святое место, и там меня попросили лечить одного святого человека, который уходил из жизни. У него была тяжелая болезнь. И его жена русская, как бы служила ему, заботилась. Я тоже помогал им. И буквально за несколько минут до смерти, до своей, он посмотрел на свою жену и сказал ей, «Слушай, открой дверь, посмотри, какая благодать пришла». Она открыла дверь, смотрит, ничего нет. И она закрыла дверь. А, нет, перед этим за два дня он говорит, «Ты что, не слышишь, телефон звенит?» Она говорит, «Я не слышу». Он говорит, «Дай мне телефон, пожалуйста. Кто-то, мне чувствую, кто-то важный человек звонит». Она дала ему телефон, он говорит, «Алло, да». Выслушал все, положил трубку. Она говорит, «Кто звонил?» Она говорит, он говорит, «Это звонил мой духовный учитель». А духовный учитель давно оставил тело уже. Уже давно, много лет. И она его спросила, «А что он тебе сказал?» Он говорит, «Он сказал мне, что я очень скоро тебя увижу. Уже через несколько дней ты будешь у меня. И он такой радостный сообщил, и отдал телефон. И прошло два дня после этого. И он сказал своей жене, «Посмотри, какая благодать приходит к нам. Открой дверь, пожалуйста». И когда она пришла, говорит, «Я ничего не увидела». И он так посмотрел на нее, говорит, «Ты не видишь этого. Как жаль». И оставил тело. В состоянии глубокого счастья. Поэтому, это было несколько месяцев назад. Поэтому, учитесь жизнь правильно. Жить правильно. И тогда смерти не будет. Она будет всего лишь иллюзией других людей, которые будут думать, что ты умер. «Если жизнь людей не дает обществу повода питать к ним уважение, почему они не осознают свои ошибки, а порицают тех, кто их не уважает?» Еще раз послушайте. «Если жизнь людей не дает обществу повода питать к ним уважение и радость, почему же эти люди не осознают свои ошибки жизненные, а порицают всех тех, кто их окружает и не уважает?» Причина только одна. Когда человек не понимает, как правильно жить, он всегда ищет в других людях причину своих страданий. Когда человек понимает, как правильно жить, ему некогда это искать. Он находит в состоянии внутренней радости, живет этой радостью и раздает эту радость другим. «Для чего нужны близкие люди?» Веды говорят. Они нужны для того, чтобы колоть нас, потому что они единственный способ нам отрабатывать нашу прошлую карму. Близкие люди даются Богом для того, чтобы мучить нас. И если близкий человек рядом с тобой живет, ты желаешь всем счастья, и он начал мучить тебя меньше. Мучает понемножку, не так, как раньше. Надо подумать, «Господи, как здорово!» Это все работает. Надо очень сильно обрадоваться. Близкий человек мучает, но уже меньше. Почему? Потому что ты даришь много счастья ему. А наступит время, и он вообще перестанет тебя мучить, потому что ты уже должна не мучиться, а быть счастливой за свою жизнь. И наступит тогда счастье. Но как только ты начнешь немножко гордиться собой, он опять тебя будет мучить. Не волнуйтесь. Все будет как надо. Поэтому мы-то думаем, близкий человек не для радости дается. Нет, всегда близкий человек дается только для страданий. Счастье в семейных отношениях человек получает как награду за свое правильное поведение. Когда нет правильного поведения, то всегда страдания. Поэтому счастлив только тот, кто восстал против жизни, начал жить внутренней жизнью, восстал против желания наслаждаться и постоянно думает о том, как ему заботиться обо всех других, перестает думать о себе. Постепенно такой человек становится счастливым. Это неизбежность. Сострадание. Религии мира различны, но все они утверждают, что сострадание способствует духовному продвижению человека. Поэтому старайся быть сострадательным изо всех сил. Первое высказание святого человека. Грех опасный для души, бежит от тех, кто с любовью смотрит на всех вокруг. Как определить, есть грех в моем сердце или нет? Очень просто. Если ты можешь с любовью на всех смотреть, греха в твоем сердце нет. А если ты чувствуешь, что уже не можешь, на кого-то смотреть с любовью из твоего окружения, пусть даже на мужа, который ворон убивает, значит, в твоем сердце есть грех. Это очень четкое определение. Если ты можешь с любовью, значит, греха нет. Если не можешь, значит, есть. Все. Сострадание – это что такое? Это сила, которая исходит только от безгрешного человека. Быть сострадательным невозможно. Человеку, который думает только о себе, невозможно. Пока, как только человек оторвался от себя и начал жить энергией счастья, идущей от святости, то сразу же он становится постепенно сострадательным. Он хочет заботиться о других. Сострадание не присуще людям, чье сердце наполнено грехом. Это невозможно для них. Сострадание – что такое сострадание? Это энергия любви, которая пересиливает чужое страдание. Сейчас объясню, что такое сострадание. Обычно, когда люди страдают рядом с нами, это нас злит. Почему? Потому что это вызывает страдание в нас. Когда человек рядом с нами болеет, страдает, мучается, он и нас мучает одновременно. Это вызывает страдание. У кого это не вызывает страдание? У человека, который живет внутренней жизнью. Если человек живет внутренней жизнью, он ничего не ждет от близкого человека, то близкий человек мучается, а человек, который живет рядом с ним, внутри счастлив. Но если он еще сильнее, этот человек, который живет рядом То он будет преодолевать страдания своей любовью этого человека То есть не просто будет нейтрализовать его плохое воздействие на себя А еще будет назад ему любовь отдавать И вот эта сила называется сострадание Сострадание означает, что ты не просто мучаешься от страдания другого А пересиливая его страдания, отдаешь ему столько счастья, сколько ему нужно для жизни С этой точки зрения бабушка, которая служила мужу, который умирал Могла его наполнить энергией счастья, если бы она жила правильно И не то, что она бы раком заболела Хотя люди болеют раком от чужих страданий, это факт Когда они не выдерживают страдания другого человека Не достойны служить такому человеку Они сами начинают страдать от этой заразы, страдания передается от одного человека к другому Если один человек воет в семье, все потом начинают выть Почему? И семья потом разваливается Достаточно одному иметь плохую карму Почему? Потому что люди всегда живут как потребители Они хотят пользоваться энергией счастья, а не отдавать ее Поэтому бабушка могла бы и вылечить дедушку, если бы у ней такая сила была И могла бы не страдать, могла бы не заболеть раком Но для этого она должна быть сильным человеком А эту силу надо всю жизнь вырабатывать Это не само не приходит Это надо садиться утром и желать всем счастья Понимаете, это надо жить активной жизнью Бороться с собой, со своими желаниями Заставлять себя Если не можешь заставлять помещать себя в ту среду, в которой люди живут Которые уже себя заставили Не можете сами, слушайте лекции Ходите на программы духовные И вы увидите, силы постепенно придут в жизнь Захочется правильно жить Я вчера, сегодня утром ехал Молодой человек меня вез на машине Он мне рассказал Вы знаете, говорит, у меня есть один знакомый И он, я увидел на ваших лекциях этого человека И он говорит, этот знакомый у меня, говорит Он, говорит, лекции начал слушать Бросил есть мясо Бросил курить Начал хорошо общаться со своей женой Вернулся в семью Говорит, по секрету мне сказать Даже траву бросил Почему? Просто человек слушал лекции Он еще духовной практикой не занимался Он еще не выполнял режим дня Не молился по утрам Ничего не делал Он просто слушал лекции И этого было достаточно Чтоб такие перемены в жизни произошли Представьте, если бы он еще сам начал что-то делать Что бы произошло? Да, человек сам начинает с утра что-то делать Это такую революцию в жизни приносит Не только ему, всем близким Не трогайте своих близких Не трогайте Если вы скажете мужу Послушай лекции Значит, он никогда их не будет слушать Если вы скажете мужу Не ешь мясо Значит, он всегда его будет есть Если вы скажете мужу Рано вставай Он никогда не встанет рано Почему? Потому что никогда Насилие не приводит к тому Чтоб человек менялся Не трогайте никого Начните жить правильно Вы увидите, как сами все начнут меняться вокруг вас Все само по собой это будет происходить Я никогда свою маму не трогал Она мне разок позвонила и сказала Сынок Я не хочу есть мясо И не буду есть мясо Я говорю Мама, молодец Ну ты себя не мучай Если уж сильно захочешь, поешь Она говорит, нет, я не хочу И положила трубку И после этого она не ест мясо уже все Пришло время Она захотела сама Все Я никогда не говорил ей Мама, брось мясо Мама, брось мясо Мама, брось мясо Не говорила никогда Пришло время Она бросила Вот и все Это само собой происходит Не надо никого мучить Приходит время Близкие люди меняются Грех Опасный для души Бежит от тех Кто с любовью смотрит На всех вокруг Мирские удовольствия Зависят от богатства Но сострадание Дарует счастье Которое Ничем не обусловлено Человек, чтобы наслаждаться миром Должен быть богатым Но сострадательный человек Всегда будет счастлив И все равно Богатый, он не богатый Больной, не больной Не имеет значения Я уже рассказывал как-то Про одного молодого человека Который Потерял Стал обездвиженным Из-за того, что он Попал в аварию И он так Опечалился О своей жизни Потом начал изучать Как правильно жить Начал работать над собой Молиться Богу И один раз Одна женщина пришла Спросила его Совета Он сказал ей Потом пришла другая И потом Началась очередь Каждый день К нему приходили люди Спрашивали совета Он им отвечал И мать Которая ухаживала за ним Она постоянно Принимала гостей Постоянно люди что-то Приносили Покушать И в доме в этом Царился мир и покой Это не в сельской местности Было Не в городе Вот Ну и значения Большого не имеет И потом В этот дом Пришла одна девочка Ну девушка молодая И она Сказала матери Я хочу Помогать этому человеку Можно я Буду стирать Ему что-то делать Она сказала Ну стирай Чего Помогай Начала помогать ему Потом она Подошла к этому Молодому человеку И говорит Я буду с тобой жить Он говорит Так я же калека Он говорит Ну как калека Ты такой хороший человек Ты меня Я тебя люблю Ты мне нравишься Все Я буду с тобой жить И она осталась с ним Человек просто Заботился о других И все У него и жена Появилась Само собой И люди начали приходить Все очень Он калека У него ничего нет Мирские удовольствия Зависит от богатства Но сострадание Дает счастье человеку И это ни с чем Не связано Ни с богатствами Ни с успехом Ни с чем Достаточно человеку Просто стать сострадательным И он немедленно Становится счастливым И это неизбежно так Один человек ко мне подошел Врач И говорит Какую рекламу надо делать Чтоб пациенты пошли Я говорю Я не делал никакой рекламы Вообще никогда Ну Понятно Вы уже раскрученный человек А я не раскрученный Какую рекламу надо делать Я говорю Никакую Он говорит А как вы раскручивались Я говорю Ну в смысле Когда я начинал работать врачом Он говорит Да Расскажите мне пожалуйста Как вы начинали работать врачом Я ему рассказал Я говорю Я начал лечить людей еще в институте И начиналось это все таким образом Однажды Это было Я не помню В каком-то отделении Один человек посмотрел На меня И говорит Слушай У тебя такие глаза добрые Побудь со мной Поговори Может ты как-то Меня полечишь Я говорю Да я студент Я ничего не знаю Он говорит Ну что-то сделай Я чувствую Ты можешь помочь И я думаю Ну ладно Будем что-то делать Взял там Что-то ему там По массаж Поделал Ну что знал То и поделал То есть начал ему как-то Что-то делать На точки на какие-то нажимать И он говорит Приходи завтра еще Мне стало лучше Я еще пришел Поделал Потом сосед Смотрел Смотрел Говорит А мне можешь поделать Я говорю Могу И начал ходить Этому поделал Потом тому поделал Потом эта Женщина Которая в этом отделении Работала Она смотрела Смотрела на это все И говорит У меня папа болеет Тяжело Говорит Можешь ко мне домой поездить Я говорю Конечно Начал ездить домой Папу лечить Потом Знакомой Этой женщиной Начал ездить Я ездил постоянно К пациентам Того сего И через месяц У меня уже не было Времени вообще свободного Я ездил Ездил Тому помогал Этому помогал Потом на лекции Перестал ходить Ездил Того лечил Этого лечил Третьего Пятого Десятого лечил Потом В проектора института Сын упал С пятого этажа Спортсмен Мастер спорта По фехтованию И разбился Полностью Все переломано А он сам Доктор наук По травматологии Этот человек И он Склеил своего сына Буквально Сделал Много операций Все сделал Но вот Рука не срасталась Там раздроблена была кость Сильно большая дистанция Ему имплантант ставили Он не срастается И он спросил Как бы У одного преподавателя А у нас есть какие-то Вот вообще Люди в институте Или знакомые У тебя Которые Не традиционной медициной Занимаются Она говорит И у нас есть один студент Говорит Который классно лечит Вот я его рекомендую Он меня Позвал Я начал лечить Как бы его сына Рука пошла восстанавливаться Все быстро восстановилось И как бы Он узнал мою фамилию Все Как бы И пришел На работу В один прекрасный день И смотрит Заявление От моего ректора За непосещение лекций Исключается Из института Увидел мою фамилию Прочитал Так Понятно Значит Говорит Меня надо еще сына полечить Я говорю Так мы все сделали У него все нормально Ну вот похуже стало Приходи Я пришел Лечу сына Смотрю Приходит Мой Он так подстроил все Проектор института Так подстроил Приходит мой декан И он смотрит Такой А ты что здесь делаешь Такой глаза квадрат На меня Я так испугался Думаю Все Меня раскололи Сейчас не знаю Что будет И тот Посмотрел Проектор на него Очень строго Говорит Ты как разговариваешь С этим человеком Он говорит А кто такой этот человек Это мой студент Вообще-то Говорит Это мой лечащий врач Его зовут Олег Геннадьевич Понятно Декан такой Покраснел Там потом ушел Короче И все И тишина Никаких заявлений И он не сказал Ничего Не мне Он потом Только я узнал От его сына Что вот это все Событие произошло И потом Я не ходил на лекции Тишина в студии Вообще Никто меня не трогал Все нормально Я всех лечил И был в состоянии Счастья полного Я никогда Не брал денег С людей Никогда Вот я начинал работать Никогда Не брал денег И только потом Потихоньку Как бы Появилась потребность Там центр возник Уже потом Через несколько лет Уже Пришлось брать деньги Я собирал эти деньги Потом ехал В святое место И лечил Людей Бесплатно Мне Господь давал Много денег Примерно 15 тысяч долларов Я за 3 месяца Зарабатывал Потом ехал На 8 месяцев В святое место И там бесплатно Людей лечил По 500-600 человек Приезжали паломники Я всех их лечил Бесплатно За 8 месяцев Где-то проходило До 800 человек Вот так я ему рассказал Как я раскручивался И почесал репу Пошел Ну как бы Невозможно понять Этому человеку У него другое сердце То есть Он не понимает Что Не надо ничего раскручивать Надо просто Служить людям Приходит время У тебя в твоей жизни Устраивается Само собой Не надо париться По поводу того Сколько тебе рекламы делать Там как Это все Совершенно Бессмысленно Потерявший способность Может когда-нибудь Получить ее вновь Но нет надежды Для утратившего Сострадания Разве Может Не имеющий В сердце Сострадания Осуществить Свой долг Посредством Других Добродетелей Это возможно Не более чем Не имея Понимания Учить Истине Это то же самое Что не имея Понимания Учить Истине Разве Может не имеющий Сострадания В сердце Выполнить В жизни Свой долг Даже если он Имеет Другие Добродетели Это невозможно Это невозможно То же самое Это то же самое Что не имея Понимания Вещей Учить Истине Сострадание Это ключ К сердцу Другого Человека Как сделать Так Чтоб Муж Полюбил Надо Принять Его Принятие Человека Означает Сострадание Со всеми Недостатками Со всеми Глупостями Которые Пусть он Даже Медведя Убивает Мне одна Женщина Сказала На консультации Мой муж Охотится Убивает Животных Пускай даже Животных Убивает Принять Человека Близкого Таким Какой Он Есть Как только Ты принял Человека Таким Какой Он Есть С этого Момента Твои Хорошие Черты Характера На него Начинают Влиять Потому что Что такое Сострадание Это ключ К жизни И сердцу Другого Человека Пока Ты человека Не примешь Таким Какой Он Есть Он Никогда Не будет Тебя Не слушать Не принимать Не уважать Он Всегда Будет На тебя Только Злиться И все Но Как только Ты принял Человека Перестрадал Принял Его Перетерпел Все И начал Желать Ему Счастья И ничего Не требуешь От него С этого Момента У него В сердце Будет Просыпаться К тебе Доброе Чувство Он Начнет Замечать О хороших Чертах Характера Твоих И это Ключ К сердцу Человека Понимаете Когда Ты сердце Принимаешь Таким Какой Он Есть Человека То Он Начнет Тебя Уважать Постепенно Это Касается Начальника На работе Если Начальник Ваш Мучает На работе Мучает Издевается Над вами Примите Его В своем Сердце Начните Ему Желать Счастья И вы Увидите Что Он Первое Что Произойдет Он От вас Отстанет Он Как бы Не будет Вас Трогать Будет Строго Себя Вести Но Не Будет Вас Строго Продолжайте Желать Ему Счастья И вы Увидите Что Он Постепенно Смягчится К вам И придет Время Как произойдет Попробуйте Вы Увидите Такой Результат У кого Начальник Издевается Надо Поднимите Руку Че Ни у кого Не издевается Боитесь Поднимать Меня В Сан-Франциско Пригласили На русское Радио И Там Как бы Ну В Сан-Франциско Есть русский Район Большой Русский Район Означает Что Там Живут Украинцы И евреи И армяне Никаких Русских Я там Видел Ну То есть Там Есть Русский Район И Еврей Один Вел Вот Это Радио Там Такой На Таком Русском Еврейском Языке Шуточками С такими Сказал А сейчас У нас Будет В гостях Доктор Тарсунов Он Может О всех Ваших Проблемах И Болезнях Вам Сказать Прямой Эфир Тишина В студии Прошло Пять Минут Мы там Разговаривали Сговаривали И он Такой Ну Как Нормальный Еврей В радио Прям Говорит Ребята А что Вы Не Звоните Отзовитесь Хоть Один И Один Такой Звонит И Говорит Ну Ты Че Вот Представь Сейчас Все Услышат О моих Проблемах Зачем Мне Это Надо Такой Трубку Положил У нас Прямого Эфира В Америке Не Получилось Люди Не Захотели Чтоб Слушали Об Их Проблемах Вот Если Человек Жесток Сподавлен Подбластным Ему Пусть Он Со Страхом Подумает О Жестокости Тех Кто Сильнее Его То Всегда Так Бывает Если Ты Начинаешь Давить Людей Значит Жизнь Тебя Придавит Не Обязательно Даже Твое Начальство Просто Жизнь Тебя Может Придавить Но Это Приходит Не Сразу Надо Накопить Определенное Количество Жестокости Зла В Отношениях С Людьми Приходит Время И Тебя Жизнь По Башке Бьет Это Не Избежно Не Избежно Я Знаю Что Я Читал Недавно Одну Статью Как То Я Вообще Читаю Что-то Всегда В самолете Там В журнале Аэрофлот Написано Было Или В каком-то Другом Я не Помню Написано Было Про Итальянскую Мафию Интересно Было Почитать Про Их Жизнь Итальянской Мафии И Знаете Я там Одну Фразу Прочитал Говорит Ни Одного Человека Из итальянской Мафии Ни один Из них Не умер Своей смертью Ни один Если человек Становится Мафиози Насилует Всех Убивает Это значит Он обязательно Погибнет Обязательно Неизбежно Его убьют Почему Потому что Таков закон Если человек Совершает Насилие Он сам Попадает Под эту Энергию И значит Его тоже С ним То же самое Сделают Если человек Жесток С людьми Он должен Понять Что Надо Со страхом Думать О своем Будущем О жестокости Тех Кто будет Сильнее Его Так У нас Сколько Время Еще Полчаса Мы Сегодня Хорошо Движемся Даже Больше Чем Запланировано Следующая Тема Называется Не ешь Мясо Будем Читать Не Кто Не хочет Об этом Слушай Поднимите Руку Значит Не будем А Ну значит Не будем Давайте Дальше Брезгливость Это Это вид Такой Эгоизма В котором Человек Очень Сильно Чувствительный Не может Принимать Недостатков Других Людей Его Корежит От них Знаете У мужчин Обычно Карма Действует Таким Образом Что они Бесчувственными И жестокими Становятся А женщины Когда в женское Тело Человек Попадает То они Становятся Эгоизм Так действует Что они Становятся Очень Чувствительными И обидчивыми Это одно и то же Разницы Никакой нет То есть Женщины Очень Чувствительные Обидчивы А мужчины Бесчувственные И жестокие И Это одно и то же Если Допустим Женщинам Мужское тело Попадает Она Становится Бесчувственным Жестоким Чем более Обидчива И чувствительна Она в женском Теле Тем более Жестокая Она становится И бесчувственным Мужском Редактор субтитров